Доброе утро! Мы продолжаем беседу о красоте наших зубов с врачом-стоматологом Рихтер Анной Константиновной. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! С праздником! В первую очередь у вас, Анна Константиновна. Скажите, пожалуйста, вот можно ли отбеливанием добиться идеального цвета зубов? Ну, вообще, надо начать с того, что не всем показано отбеливание. То есть, людям с кариозным поражением и с воспалительными заболеваниями дёсен мы отбеливание провести не можем. Но если противопоказаний нет, тогда, конечно, мы уже определяем цвет зубов. Зубы бывают желтоватого оттенка и бывают сероватого оттенка. Вот людям, у кого желтоватые зубы, им повезло. Отбеливание у них будет замечательно. Практически идеальное, да? Ну, идеально, да. А тем же людям, у кого сероватый оттенок, там, в общем-то, могут возникнуть сложности. То есть, в этих случаях, наверное, лучше поставить виниры? Или в каких случаях лучше ставить виниры? Возможно, возможно. Когда виниры ставятся всё-таки, когда отбеливание неэффективно, когда цвет зуба безвозвратно, скажем так, изменён, да? В то же время виниры ставятся для закрытия щели между зубами. Для того, если пациент хочет изменить форму зуба при разрушенных зубах, вот ставятся так называемые виниры, накладки на зубы. Голливудская улыбка так называемая. А верят ли стоматологи возможность домашнего отбеливания? Ну, вообще, конечно, в любом случае, если вы хотите отбелить зубы, либо это дома, либо это профессиональное отбеливание в кресле, вы должны посетить, начать это всё с посещения стоматолога. Мы любое отбеливание начинаем с профессиональной чистки зубов. Снимаем камень зубной, снимаем налёт. И очень часто бывает, что пациента уже удовлетворяет результат. Если же хочется чего-то большего, тогда изготавливаем капы, подбираем гель с определённой концентрацией перекиси водорода или перекиси карбамида, и пациент носит эти отбеливающие капы в течение нескольких часов, одну-две недели. Но в отношении каких-то самодельных рецептов или каких-то дешёвых средств, реклама которых пестрит сейчас в интернете, что могу сказать? Здесь всё-таки... Ну, каждый сам в ответе, наверное, да? Может это всё привести к необратимому повреждению эмалика, жогу десны. То есть, ну, в лучшем случае это будет безрезультатно. То есть лучше обратиться к специалистам в любом случае. Да, Анна Константиновна, вот многие покупают отбеливающие пасты, но никто не доволен их результатом. Почему они не работают? Цвет зуба зависит от цвета дентина, который расположен под эмалью, а также от толщины эмали. Зубная паста действует только на налёт. Поверхностно, то есть? Поверхностно. Она снимает налёт, химически как-то обесцвечивает налёт. Хорошую службу может сослужить отбеливающая зубная паста курильщикам, людям, которые любят кофе, но также тем, которые провели профессиональную процедуру отбеливания и хотят продлить и поддержать результат. А вот, например, ситуация. Человек лишился зуба. Всегда ли показана имплантация? Имплантация. Имплантация, да. Сразу после удаления зубов, зуба, начинается необратимый процесс в костной ткани, так называемая атрофия, то есть её убыль. Чем дальше, тем больше этот процесс прогрессирует. Для дальнейшей имплантации, сами понимаете, нужен объём костной ткани. Поскольку имплант вживляется в кость. То есть в дальнейшем, если когда-то вы надумаете ставить имплант, это уже может быть затруднительно. Поэтому лучше не откладывая. Так, Анна Константиновна, мы обязательно с вами продолжим. После небольшой паузы, дорогие наши друзья, не переключайтесь. Пожалуйста, мы обязательно продолжим тему красивой улыбки через несколько минут. Доброе утро. Наша программа продолжается. И у нас в гостях стоматолог Анна Константиновна Рихтер. И с ней мы говорим про белоснежно-красивую улыбку. Анна Константиновна, прогресс в медицине не стоит на месте. А какие новые технологии в стоматологии появились в последнее время? Ну, ежегодно появляются какие-то новинки в стоматологии. Это касается и брекет-системы, и имплантов, и новые пломбировочные материалы постоянно выходят. Также постоянно обновляется стоматологическое оборудование. Уже ни для кого не секрет использования стоматологических лазеров и стоматологических микроскопов в нашей повседневной работе. Но мы, в общем-то, стараемся использовать, кроме новинок, в общем-то, хорошо и давно зарекомендовавшие себя средства. Главное, не бояться ходить к стоматологам. Конечно, конечно. Вот, наверное, вопрос из области, раз вот у нас так прогресс уже не стоит на месте и движется, наверное, вопрос из области некого чуда. Можно ли вырастить зуб? Ну, выращивание из стволовых клеток или там печатание на 3D-принтере. Это все-таки, я думаю, перспектива далекого будущего. Да, можно сказать, даже очень отдаленная перспектива. Даже если она, в общем-то, и будет возможной, эта технология, то я думаю, что это достаточно все будет дорогостоящее. Поэтому берегите то, что есть. Если же чего-то не хватает, какого-то зуба не хватает, все-таки я советую обратиться, обратить свое внимание на дентальную имплантацию. Ну, и не думать о том, что вроде как бы не видно, зуб выполнен, не видно, далеко, и на этом не стоит экономить. Конечно, конечно. Там уже начинаются зубы-челюстные деформации вторичные, то есть зубы могут сдвигаться, передвигаться. То есть в дальнейшем это все будет усложняться, дальнейшее протезирование. То есть так или иначе это как-то будет сказываться? Сказываться, конечно. То есть вот отсутствие там места свободного, где есть зуб, так или иначе. На процессе жевания это тоже будет сказываться. Ну что ж, мы хотим вас еще раз поблагодарить за то, что пришли к нам с утра пораньше, как я люблю говорить. Поздравляем вас с Днем стоматолога, и пусть наши улыбки сияют благодаря вам. Спасибо. Спасибо вам большое.